Приветствую вас. Я понимаю, что вам сейчас тяжело. Понимаю, что вы сейчас находитесь в полном разрае относительно своих чувств, относительно своих эмоций. Я понимаю, что вам тяжело. Но постарайтесь понять. Обращаясь к психологу, вы получаете нежалость, неподдержку. С ней поддержку получаете, но не в том смысле, в каком вы, возможно, привыкли думать о ней, о поддержке. Обращаясь к психологу, вы получаете анализ ситуации, которая произошла. Обращаясь к психологу, вы получаете картину того, что с вами происходит. И обращаясь к психологу, вы получаете, соответственно, рекомендации по тому, как это можно исправить, изменить, как это можно переделать, как это можно поменять и так далее. И понимаете, вся тонкость в том, что если вы хотите этого, вот именно этого, чтобы мы проанализировали ситуацию, в которой вы оказались, чтобы мы, значит, разобрали ее и указали вам на ваши ошибки, например, то да. В этом плане вы, в общем и целом, я полагаю, в общем, находитесь в том самом месте. Но если вы пришли сюда за чем-то другим, ну, например, если вы пришли сюда, допустим, за тем, чтобы мы вас, например, просто поддержали в этой ситуации, в которой вы оказались, то в таком случае я боюсь, что вы обратились немного не по адресу, потому что психологи не занимаются тем, что жалеют. Да. Хочу вас предупредить сразу, что мой ответ будет касаться той ситуации, в которой вы оказались. Мой ответ будет анализом того, что с вами произошло. И если вы захотите сами для себя, то вы сделаете выводы из этих моментов и, сделав выводы, сможете подкорректировать свое поведение так, чтобы данная ситуация больше с вами не повторялась. Итак. Значит, пишу в слезах, сегодня парень со мной расстался. Слезы. Чем обусловлены ваши слезы? Почему вы плачете? Ведь, по идее, если, например, человек вам дорог, если вы любите мужчину, то, по идее, вы хотите, чтобы он был счастлив. Если мужчина с вами расстался, значит он с вами не так уж и счастлив. А если он не так уж с вами и счастлив, то значит, может быть, вы его и не совсем то уж и любите, раз для вас не так важно его счастье. То есть, в этом аспекте я предлагаю вам, ну, немножечко остановиться, да, и подумать. То есть, если вы его любите, если вы любите мужчину, то стремитесь ли вы к его счастью, если вы его любите. И как это проявляется? Вот сейчас мужчина делает свой выбор. Он от вас уходит. И если он уходит, если для него это лучший выбор, или, может быть, единственный выбор, то почему вы отказываетесь всего этот выбор принять? Если вы отказываетесь, а вы отказываетесь, то любите ли вы его? Если вы его не любите, то что тогда за чувство, которое заставляет вас плакать? Далее. Мы встречались с 11 месяцев. Ну, то есть, почти год. Здесь обычно требуется прояснение таких моментов, как, например, обстоятельства вашего знакомства. То есть, грубо говоря, как вы с ним познакомились, мужчины. Что между вами общего? Ну, и именно вот между вами, что общего? То есть, что вас объединяло? Помимо того, например, что вы были парой. Понимаете, да? О чем идет речь? Это важно. Это важно. Потому что, если вы увидите, что вас объединяло, либо что вас не объединяло. То есть, если вы увидите, что вас ничего не объединяло, например, и по факту вы только, только, ну, взаимодействовали, да? Скажем, только как, как мужчина и женщина. То есть, как представители гендерных, гендеров. Вот. То, соответственно, то, что между вами происходит, это по сути, по сути, это неизбежное следствие того, что между вами не было ничего общего. Понимаете? Вот. Ага. Соответственно, соответственно, чем быстрее вы для себя эти вещи поймете, тем лучше будет для вас. Тем лучше, тем лучше будет для, ээээээээээ… выстраивания дальнейшего дальнейшей модели вашего поведения. Дальше. Ругались, с ним расходились. Потом, ээээээ, снова мирились. А эээээээээээ... Расставались, под..." Ээээээээээээ". Так, из-за чего ругались, во первых. Ээээээээээээ, ars. серьезным отношениям. Ну, давайте так скажем сразу. Если вы говорите, да, что мужчина не готов к серьезным отношениям, то сразу нужно выяснить, а что такое для вас серьезные отношения, что они из себя представляют, эти самые серьезные отношения вообще. Понимаете? Вот. Потому что, может быть, это для вас они не серьезные. А для мужчины, например, они очень даже серьезные. То есть здесь, на мой взгляд, нужно определить, что для вас серьезные отношения вообще. Вот. И уже после этого вы сможете понять, готовы мужчина к серьезным отношениям или нет. Но я полагаю, что даже в этом случае, в случае, если мужчина к серьезным отношениям не готов, то вы же 11 месяцев, вы же как-то встречались с ним. Правильно? И получается, что вы, встречаясь с мужчиной 11 месяцев, в каких-то отношениях все же были. Только эти отношения вас по какой-то причине не устраивали. Здесь уже вопрос о том, чего вы хотите, для чего вам серьезные отношения, почему спустя год вы, например, задаетесь таким вопросом, да, что мужчина не готов к серьезным отношениям. Начались-то ссоры, наверное... А когда, кстати, начались ваши ссоры? Вы об этом не написали. Когда они начались? Ведь, наверное, вы раньше требовали от своего мужчины, чтобы он был более серьезен в отношениях, ну, в отношениях с вами. Так, у меня вопрос тогда возникает. А если вы считаете, что мужчина как бы, ну, не серьезен, не готов к серьезным отношениям, то зачем же вы тогда с ним в этих самых отношениях находитесь? А если он все-таки готов к тем отношениям, каким он готов все-таки, то почему вы не были готовы его принять? Знаете, какая штука? Знаете, какая история происходит? То есть, вы по какой-то причине не можете принять его взгляд на отношения, его, ну, его восприятие отношений, отношений с вами и так далее. Почему? Что мешает вам это сделать? Понимаете? Вот это, это действительно очень важно, на мой взгляд, определить. Для вас. Для вас. Для вас. Остались так, потому что мирились, потому что есть чувства и вместе нам было хорошо. Допустим. Допустим. Допустим, вам было вместе с другом хорошо. Допустим. Но тогда все равно возникает вопрос. Если вместе вам было хорошо, то почему же вы так настаивали на то, чтобы у вас, грубо говоря, были серьезные отношения? Ну, вот именно серьезные отношения. Если вам было вместе, хорошо. Только опять же, вопрос такой. Что вас не устраивало в отношениях? Понимаете? Вам же, вероятно, что-то не нравилось? Я так подозреваю. Вам же, вероятно, что-то было не по душе. И вот нужно постараться. Постараться. Это определить. Что вам было не по душе. А после? Ну, после, на самом деле, здесь так. Либо вы сами для себя увидите, что вы были не правы. То есть, ну, двигались в неверном направлении. Например. Да? Либо, либо вы, ну, скажем так, либо вы останетесь при такой позиции, и будете двигаться дальше в таком же ключе. Вот. Дальше идем. Вы пишете, что, значит, как я думал. То есть, вы еще в этом не уверены. В последнее время мы стали часто ссориться. В основном, скорее, из-за моей неуверенности в себе. Скажите, пожалуйста, а если у вас имеет место быть вот эта вот неуверенность в себе? Как вот вы говорите. Причем, причем здесь, собственно, мужчина. Да? То есть, какое он имеет отношение? К тому, к тому, что вы не уверены в себе. То есть, я бы хотел, чтобы вы обязательно постарались в этот аспект определить. Потому что это важно. Опять-таки. 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 Понимаете? Если мы хотим с вами разобраться в том, что происходит с вами. Вы не уверены в себе. Из-за чего вы не уверены в себе? Что заставляет? Почему вы не уверены в себе? Как бы, грубо говоря, откуда это пошло у вас? Не уверены в себе. И, собственно, понимаете ли вы, что мужчина по факту, по факту, был выбран вами как средство. Средство для, ну, я не знаю, может быть, средство для реализации своих, например, страхов. Допустим. Допустим. Может быть, чего-то еще. В любом случае, причины вашей неуверенности в себе, они были еще до мужчины, если я правильно понял вас. И, соответственно, почему вы заставляете мужчину отвечать за это? За то, что у вас есть неуверенность в себе. Дальше. Да, я выносила мозг, но мы бы смирились, и все вроде было хорошо. Ананим, вы считаете, что... Вы считаете, что вы можете бесконечно выносить своему мужчине мозг или как? То есть, вот вы сейчас говорите, да, я выносила мозг, но мы быстро мирились. Ну, так это же нервы для мужчин. Это же, как бы, это же постоянное напряжение для мужчин. Это же, грубо говоря, испытание, испытания, точнее, для мужчин. Постоянное. То есть, это тяжело. По факту. Понимаете? И вопрос, который я хотел бы вам задать, это такой. Вы считали и, вероятно, считаете, что мужчина так и должен, ну вот, был терпеть вот это всё. Или как? Потому что никакого конца, да, никакого конца, я не видел, не увидел, никакого конца тому, что вот, ну, тому, что вы описываете. К сожалению. Вот. И, исходя из этого, я полагаю, что нужно будет вам ответить на вопрос о том, соответственно, ну, собственно, как вы сами воспринимаете то, что происходит. То есть, считаете ли вы, это так должно было происходить, так должно было быть или нет? Если нет, то что вы делали для того, чтобы это прекратить, например? Понимаете? Понимаете? Какая история? Вот. Это и нужно выяснить. Дальше. Так. Я то ревновала его, я то ревновала его, а потом оказывалось ничего страшного, ну и всё в этом духе. И вы считаете, что это нормально. Ваша ревность и так далее. Скажите, а как ревность стала возможной для вас? Как ревность стала частью вашей жизни, ваших отношений с мужчиной? Почему вы допустили эту ревность? Откуда вы считаете, эта ревность берёт своё начало? Например. Да? И так далее. То есть, вы как будто, вот, о причинах ревности своей, да, вообще не говорите. То есть, вы как будто, знаете, избегаете говорить о ревности, хотя именно она, именно она ревность послушилась здесь причиной тому, причиной того, почему у вас всё это произошло с вами. Да? Дальше. И вот мне звонили за один день, я решил ему набрать сегодня. Он стал шутить, кто это звонит. А я шутку не оценил и бросил трубку. Вот почему, почему вы не оценили шутку? Что помешало вам это сделать? Что вы чувствовали в тот момент, когда, грубо говоря, не оценивали шутку, шутку своего парня? Вот это была простая, безобидная нам, ну, как это видится мне, конечно, шутка. Но вы её почему-то не оценили. Почему? Почему вы бросали трубку? Из-за чего? Понимаете, вас на самом деле никто не обвиняет, в том числе и я. Нам просто нужно понять, что с вами происходит, для того, чтобы мы могли вам помочь. Понимаете? Если вы сами задумаетесь об этом, если вы сами задумаетесь на эту тему, вот о которой я говорю, то вам самой, вероятно, также многие вещи станут яснее. В частности, например, вы перестанете задавать этот вопрос, который вы задаете, неужели он больше не позвонит? Мужчина. Потому что тема будет вас волновать немножечко другая, а именно, как я допустила возникновение этой ситуации. Почему я сделал возможной эту ситуацию? Почему я бросил трубку вместо того, чтобы поддержать шутку своего молодого человека? Тем более, тем более, зная, что у нас есть некоторые проблемы, ну, в отношениях, да? Вот. Важный ли это момент? Безусловно. Безусловно, это важный момент. Понимаете? Очень важный момент. Дальше. Идем. Так. Потом перезвонило, и все. Он стал накаляться на работе, устал, нет настроения у него. И слова за словами. Если честно... Если честно, не очень понятно. Вот честно говоря. Что значит? Вы перезвонили, и все. Он стал накаляться. Вы же, наверное, чувствовали, что он накаляется. Но вы никак не попробовали сгладить углы. Вы говорите, что слова за словами. Да? Так вы говорите. Слова за словами. Но простите. Простите, пожалуйста. Если вы говорите словами словами, то в этом участвовали и вы тоже. Понимаете? В чем дело? А если вы участвовали в этом тоже, то значит и на вас лежит ответственность за то, что произошло. И вопрос, который у меня к вам имеется, да, вопрос, заключается, ну, наверное, именно в этом. То есть, что именно вы сделали для того, чтобы эта ситуация стала возможной? Какую роль вы в ней сыграли? Ну, вот. В том, что мужчина, значит, нету настроения у него слова за словами, и в итоге он сказал, что все, расстаемся. Тогда как? Ну, очевидно, что его нужно было успокоить, его нужно было расслабить, его нужно было отвлечь. Если вы, как бы, ну, были заинтересованы в том, чтобы отношения сохранить, понимаете? Вот. Вы этого не сделали. И только вся не в том, что вы этого не сделали, а в том, почему вы этого не сделали. В итоге он говорит, что мы расстаемся, у меня истерика, я реву. Опять же, вопрос. Почему у вас истерика? Из-за чего у вас истерика? По какой причине у вас истерика? Ведь у мужчины сейчас все не есть хорошо. У мужчины сейчас все не так гладко, как ему хотелось быть. Ну, у него плохое настроение, вы сказали, и так далее, и так далее. Так почему же у вас начинается истерика? А истерика у вас начинается потому, что мужчина для вас слишком значим. И вопрос возникает у меня тогда, а с чем и почему у вас с ним такая значимость? Из-за чего у мужчины, у вашего такая значимость со стороны вас? Чем она обусловлена? Почему мужчина вам так нужен? Понимаете ли вы, что подобные истерики и рев, особенно если у него действительно нет настроения, давят на него? Ну, понимаете ли вы, что ваша значимость, если она сильная, ну или высокая, лучше сказать, тоже давит на него? Волнует ли это вас, если вы его любите, ну вот, своего мужчину? Опять же. Понимаете, да? Какой момент? Это важно. Это важно. Дальше идем. Так. Говорю почему и зачем. Он говорит, что все, это последний раз, я пишу смс, он игнорит, игнорит. Потом пишет, что я хороший, а он плохой, и с ним мне лучше не будет. Ну, это позиция человека в данном случае, я, конечно, всех тонкостей не знаю, но в данном случае это позиция человека, который просто отчаялся вас удовлетворить. То есть он понял, что вам, именно вам, да, он не может дать того, ну, чего вы хотите. Понимаете? Вот. И поэтому он вам и пытается это доказать, ну, то, что вот, у него нет ресурсов, дать вам то, что вы хотите. Вот. Я ему звоню, он говорит, оставь меня в покое, пока я опять звоню, раз двадцать, наверное. Зачем? Зачем? Зачем вы звоните человеку так много раз, если у него явно идет эмоциональное неприятие? То есть, ну, человеку явно тяжело, да, человеку явно, эээ, явно не по себе, человеку явно, эээ, переживает аффект. А зачем вы звоните? О ком вы в этот момент думаете, о нем или о себе? Понимаете, в чем дело? Если о нем, то в какой форме, как? Если о себе, то опять же, в какой форме, как? Понимаете, нет ничего плохого в том, эээ, абсолютно нет ничего плохого в том, что вы думаете, ээээ, о себе, но о себе нужно думать, ээээ, скажем так, адекватно. Понимаете? Чтобы от этого не страдали другие люди. В данном случае, ваш, эээ, мужчина, ваш молодой человек, которого вы, вроде как, вы любите, да? Дальше идем. Вы пишите, значит, он практически на все мои звонки поднимал трубку и говорил все пока. Я знаю, так нельзя, но я не хочу его терять, я люблю его. Эээ, как нельзя? Как, как нельзя? Эээ, что именно нельзя? Понимаете? Эээ, вот, ну просто, эээ, если подумать. Вот что именно нельзя? По вашему мнению, что именно нельзя? Эээ, так нельзя, говорите вы, а почему нельзя? Эээ, кто сказал, что нельзя? Вы сами, эээ, себя за что-то скорите, получается? Или как? Откуда вот эта вот установка идет, что так нельзя? Хорошо, так может быть нельзя, а как можно тогда? И что вы сделали, чтобы было так, как, по вашему мнению, можно? А может быть вы запрещаете себе не только это, вы вообще запрещаете себе быть счастливой, вы вообще запрещаете, что, например, может быть что-то хорошее, может быть счастье и так далее, именно потому, что вы запрещаете себе счастье, запрещаете себе быть счастливой, И ситуация вот так и складывается каждый раз. Если так, то откуда это пошло у вас? Понимаете? Ответственность, которую вы несёте, именно вы несёте за ситуацию, ответственность, это ваша ответственность. Ничья больше. Вы говорите, я люблю его и не хочу его терять. Как ни парадоксально, но это противоречие. Вы говорите, что я его люблю и вместе с этим говорите, что я не хочу его терять. Это парадокс, взаимоисключающая ситуация. Потому что если вы его любите, если вы любите, то вы не боитесь потерять, если вы боитесь потерять, то вы не любите. По-другому, к сожалению, невозможно. Как бы обидно и неприятно для вас это не звучало. То есть что-то одно, либо вы любите его, и тогда вы готовы его потерять, готовы отпустить, если это нужно, либо вы не хотите его терять, и тогда это уже собственная ваша позиция, позиция, которая чем-то обусловлена, которая, ну, что-то из себя представляет эта позиция, которая как-то стала возможной, почему-то стала возможной, и за которые стоят какие-то ваши желания, я полагаю. Так, дальше, и вот он не берет трубку, а, и вот он берет трубку на мой последний звонок, и говорит что? Я ему говорю, давай хотя бы расстанемся по-нормальному. А скажите, пожалуйста, зачем? Вот, по-нормальному расстанемся, зачем? Лично вам это зачем? Понимаете? Как, по-вашему, можно нормально расстаться? Хотя бы здесь. То есть какой ваш интерес в этом? В том, что вы хотите по-нормальному расстаться? Может быть, человек не может по-нормальному расстаться как бы тогда, а вы его как-будто принуждаетесь к этому. А если он страдает, а вы опять же как-будто бы принуждаете его к этому, к тому, чтобы он с вами по-нормальному расстался. Какая же это любовь? Какое же это, грубо говоря, принятие человека? Если мы говорим о любви, как о принятии. Правильно? Дальше идём. Значит, он говорит, всё хорошее тебе, я плохой, хорошего тебе будет, кто б не обманывал, не изменял, я каждый день тебя изменяю, я плохой. Ну, вообще, звучит это, конечно, примерно так, что я устал доказывать тебе, что я, грубо говоря, ни в чём не виноват. Вот, то есть я, конечно, не знаю всех аспектов вот ситуации, но как она видится мне, это именно так. То есть, опять же, не ясна интонация, не ясен контекст, в каком мужчина это говорит. Но, очевидно, что он это говорит не серьёзно, очевидно, что он это говорит, как бы подтверждая ваши слова. Вот. И, опять же, опять же, вы знаете, в данном случае, если мужчина действительно подтверждает ваши слова, как бы, то это то, чего вы добивались в итоге, на самом деле. Чтобы он признался, что он вам изменялся, чтобы в итоге остаться одной, потому что вы не уверены в себе, а раз вы не уверены в себе, значит, вы боитесь эмоциональной близости. И считаете себя недостойной её эмоциональной близости. И поэтому всячески пытаетесь её избежать. И в этом контексте, согласитесь, ваше поведение, оно довольно-таки органично вписывается в то, что вы делаете. Вот. Потому что, чего вы хотели по итогу, да, то вы и получили по итогу. Ну да, другое дело, что это не совсем то, чего вы хотели в действительности. Но, опять же, вы, скорее всего, не осознаёте то, к чему вы стремитесь. Потому что вам запретили сближаться, возможно. Вспомните, что вам родители говорили. Вот они и говорили вам, что не сближайся, не делай, не рискуй и, ну, что-то вроде того. Так, значит, я ему говорю, что я знаю, что это не так, почему он так говорит. У него так резко пропали чувства ко мне, или я что-то не так сказала и чем-то обидела. Вам бы здесь всё-таки успокоиться его как-то, а не продолжать эскалацию. Но он просто начинает орать, что вы его достали и бросает в трубку. Ну, это, в общем-то, естественно. Он никогда не орал матом. Ну, очевидно, что мужчина здесь вышел из себя. Мне больно, что всё закончилось так. А чего вы решили, что всё закончилось так, если это произошло? Если всё произошло только сегодня. Почему вы решили, что это конец? Откуда у вас такое впечатление? Что он ушёл, что сказал, что не люблю себя? А что такого он мог действительно вас не любить? Почему? Почему вам больно? Я не хочу верить, что это конец. Опять же, почему? Не хочу его терять. Опять же, почему? Он лучший в моей жизни. Это идеализация, которая продиктована вашими желаниями и ожиданиями. Вопрос в том, почему эта идеализация стала возможной. Неужели и правда этого всё нет? Это не всё. Чувства сразу не пропадают. Но если вы не измените своё поведение, если вы не пройдёте психотерапию у психолога, то вот это действительно будет всё. Неужели не позвоните и не напишите больше? Неужели и правда у него нет, у него ко мне ничего нет? А вы действительно считаете, что так может быть? Сами подумайте. Вот. Значит, аноним, что я могу сказать? Повышение самооценки, значит, анализ страха одиночества и глубинный запрет на близость. Плюс, наверное, комплексы и стремление к контролю, как удовлетворение потребностей в безопасности. Плюс здесь у нас, мне кажется, дефицит модели женского поведения. То есть, ну, то есть, вы как женщина себя ведёте, ну, скажем так, не совсем состоятельно. То есть, вопрос в том, какая вы женщина. Вот. Такие проблемы вам нужно рассмотреть, и, соответственно, если вы все эти проблемы рассмотрите, то я полагаю, вам будет легче. Гораздо легче. Но это работа, и вопрос в том, готовы ли вы эту работу реализовывать. Сделать её нужно сейчас, сделать её нужно без мужчины, потому что мужчина рядом не даст вам заниматься этой работой, в любом случае, никак. Поэтому подумайте обязательно над тем, чего вы хотите. То есть, если вы не хотите, чтобы ситуация повторялась снова и снова, то вам 50% своей ответственности в данной ситуации нужно взять на себя. и вообще двигаться. Вот. На этом всё. Двигаться дальше. Я вам желаю всего доброго, и надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Продолжение следует...